МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Скоро в школу готовность учебных заведений к новому учебному году проверяют родительские комитеты. Прочитать по пальцам. Сегодня день рождения дактилоскопии. Жизнь замечательных людей. Открылась выставка, посвященная 90-летию Ильи Павловича Прокопьева. Сегодня глава Чувашии находится с рабочим визитом в Москве. Михаил Игнатьев принял участие в заседании правительственной комиссии. Ее члены рассмотрели проект президентского указа, который утвердит основы государственной политики регионального развития до 2025 года. В документе расписаны поэтапные планы раскрытия потенциала российских субъектов. Участники заседания рассмотрели вопрос проведения всероссийского конкурса имени Салтыкова-Щедрина, в рамках которого выберут лучшие практики развития регионов. Известный писатель проявил себя как талантливый управленец, он занимался административной деятельностью. Заявки на участие в конкурсе до 1 августа принимает агентство стратегических инициатив. Чувашская республика представила три проекта. Социальный туризм, людям золотого возраста, лучший выпускник и во имя пациента. По итогам конкурса сформируют библиотеку проектов и разработают механизм внедрения лучших практик во всех субъектах. Проблемы в сфере пассажирских перевозок обсудили участники координационного совещания по обеспечению правопорядка. Финансовое состояние крупных перевозчиков ухудшается с каждым годом, что предпримут для оздоровления ситуации на предприятиях. Узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. В условиях конкуренции с маршрутными такси крупные предприятия терпят убытки. Только в Чуваш-Автотрансе долги по кредитам превысили 150 миллионов рублей. Непростая ситуация сложилась и в троллейбусном управлении Чебоксар. Здесь по итогам за первые полугодия объемы составили 383 миллиона рублей выручка, а затраты 442 миллиона рублей. То есть убыток после налогообложения составил 54 миллиона рублей. Среди убыточной работы предприятия нехватка оборотных средств увеличивается за размер кредиторской задолженности, так как погашая задолженность за прошедшие периоды предприятия не имеют финансовой возможности производить оплату задолженности текущего месяца. Перевозчики уповают на поддержку республиканского бюджета. Михаил Игнатьев отметил, что дотации из казны проблемные вопросы не решат. На предприятиях необходимо пересмотреть стратегии развития. Все те организации, которых вы называете, государственные, муниципальные, они все коммерческие. И на коммерческой основе, как остальные перевозчики, они должны научиться зарабатывать и вести правильную финансово-возяйственную деятельность. Издержки производства надо сокращать, взятые обязательства надо выполнять. Наладьте учет, это ваша задача. Пожалуйста, мы требуем от вас, чтобы наладили. В сфере регулярных перевозок пассажиров порядок будет наведен. Сейчас в республике проводят оптимизацию маршрутной сети. Для предпринимателей намерены вести и новые правила. Конкурсы смогут выиграть только добросовестные перевозчики. Прежде чем выйти на конкурс, необходимо иметь или в аренде эти автобусы, или в собственности эти автобусы. В штате иметь водителей. Естественно, мы будем проверять и контролировать, есть ли база для стоянки этих автомобилей. Главная задача наша – это разгрузить город, перейти на автобусы с большей вместимостью, не создавать вот эти вот непонятные ситуации на дорогах, которые идут в сплошные нарушения. Привлекли научно-исследовательский проектный институт, определён на конкурсной основе. Перед ним поставлена задача оптимизировать коммерческие маршруты, в рамках которого мы планируем поэтапное сокращение количества подвижного состава на них до 200 единиц. В республике активизировалась борьба и с финансовыми пирамидами. Только в прошлом году от их деятельности пострадало более 4 тысяч человек. За 15-е годы и с тех же период текущего года на основании обращения граждан МВТ выявлена преступная деятельность 31 организации, осуществляющих свою деятельность по принципу финансовых пирамид. Из них на территории республики зарегистрированы 13. На учёт поставлено 27 преступлений под 25 уголовным делом в отношении 8 лиц. За проведением незаконных финансовых операций глава региона призвал усилить контроль. Медриковалев, Анастасия Алангина и Андрей Шоклев. Республика. Насколько стали дольше жить и отчего чаще всего умирают жители республики? Эти и другие данные накануне озвучил Минздрав Чувашии. Два года и 10 месяцев настолько. За последние 5 лет возросла средняя продолжительность жизни в республике. Сейчас она составляет чуть более 71 года. Кроме того, четвертый год подряд в Чувашии регистрируют демографический прирост. По сравнению с 2014 годом, в 2015 смертность в республике снизилась на 293 случая. По показателям снижения смертности Чувашия входит в тройку лидеров среди регионов ПФО. Умирают жители региона чаще всего от болезней системы кровообращения, внешних причин, болезней органов пищеварения и дыхания. Минувший год был успешным для снижения смертности от болезней органов дыхания. Мы говорили о том, что по этому показателю мы находимся в хвосте в целом по Российской Федерации. Но снижение в прошлом году на 17% мы считаем, что это хороший шаг вперед, но пока еще недостаточный. Еще одна болевая точка. В прошлом году люди чаще умирали от рака, почти на 9%. Снизить этот показатель, возможно, удастся в этом году. Планируется завершить строительство нового хирургического корпуса республиканского онкологического диспансера. Это позволит увеличить количество высокотехнологичных операций в полтора раза. До начала учебного года остается один месяц. В образовательных учреждениях столицы Чувашии завершаются ремонтные работы. С 1 августа начнется приемка школы представителями надзорных ведомств, а уже сейчас. Их готовность проверяют члены родительского экспертно-консультативного совета. А вместе с ними и наша съемочная группа. Совсем скоро здесь прозвенит первый звонок, и сотни ребят поднимутся по этим ступенькам. Ремонтные работы в Чебоксарской средней школе номер 24 практически завершены. Остались мелочи. Перед подрядными организациями стояла непростая задача. За короткие сроки выполнить немалый объем работ как снаружи, так и внутри помещения. В школьной столовой, которая также является и актовым залом, полностью обновили потолок и покрасили стены. Представители родительского экспертно-консультативного совета проверили и учебные классы. Ремонт в них школа делала своими силами. А вот в кабинете косметический ремонт сделал стены, они соответствуют служебным требованиям. Остальное только косметический ремонт, и все сделано, все имеется. Новые двери, камеры видеонаблюдения, обновленный спортивный зал. Учиться станет комфортнее и безопасней. Школьников ждет новая спортивная площадка. На ее модернизацию в рамках городского проекта выделили почти полтора миллиона рублей. Здесь есть тренажеры, шведские стенки, качели и горки. Практически полностью уложено асфальтовое покрытие. В ближайшее время установят скамейки, футбольные ворота, волейбольные и баскетбольные стойки. Кстати, проект реконструкции разрабатывали при участии детей, родителей и педагогов. Вот у этой школы не было спортивной площадки. Сейчас мы с вами находимся на спортивной площадке. Это уже хорошо, что она появилась. То есть, по крайней мере, в марте месяце обсуждалось, что будет на спортивной площадке, как она будет выглядеть. В целом, для центра города, старый микрорайон, старая школа, молодцы администрации школы, молодцы все, кто выделил деньги. Целевое использование. Я считаю, что школа готова к первому сентября. Срок завершения всех ремонтных работ 31 июля, а уже 4 августа. Готовность школы к новому учебному году проверят представители надзорных ведомств. Осталось завершить. Это подготовить всю документацию. Этим будет заниматься администрация школы. Это мы с моими заместителями вместе. Мы обновим всю необходимую документацию, все необходимые инструкции подготовим. Потом проведем испытания пожарных кранов. Это в обязательном порядке акты составим. Еще раз обойдем комиссионно все учебные кабинеты, посмотрим по безопасности учебную мебель. В этом году реконструкция идет в 63 столичных школах. Образовательные учреждения приобретают новый облик. Как того требуют стандарты обучения. Татьяна Леонтьева, Олег Якимов, Республика. Ровно 158 лет назад отпечатки пальцев впервые использовали в криминалистике. О том, что изменилось за это время, Юлия Важенина. Пальцы не врут или метод дактилоскопии. У правоохранителей всего мира есть много способов понять, виновен человек или нет. Но один из самых популярных – идентификация человека по отпечаткам пальцев. Еще в первом тысячелетии до нашей эры в Китае и Вавилоне знали об уникальности отпечатков пальцев каждого человека. В Персии в 14 веке отпечатками пальцев подписывали различные государственные документы. А в конце 19 века Уильям Гершель стал первым европейцем, решившим использовать отпечатки пальцев в целях розыска. Работая в Бенгалии, Гершель практиковал дактилоскопию при выплачивании пособий местным жителям. Индусы, которые для европейца казались все на одно лицо и нередко пользовались этим, пытались получить причитающиеся им деньги вторично. Чтобы исключить подобные махинации, Уильям велел ставить отпечатки пальцев на платежных квитанциях и в специальной регистрационной книге для сравнения, что позволяло безошибочно устанавливать личность получателя. Позднее он предложил применять дактилоскопию в одной из тюрем округа. Так началось использование отпечатков пальцев в криминалистике. С того времени многое изменилось. Сейчас дактилоскопия – обязательная процедура при расследовании преступления. Но собирать отпечатки пальцев помогает техника. Изначально это производилось все вручную. То есть были следы, изъятые экспертами, и дактокарты. И эксперт вручную смотрел, сравнивал дактокарты вместе с пальцами, которые были у него. Впоследствии ЗАО «Папилон» разработала программу. Она называется «Адис Папилон» – автоматизированная дактилоскопическая информационная система «Папилон». Здесь уже машина сама делает все практически из-за человека. Человеку необходимо только контролировать процесс и действительно устанавливать следы, принадлежат ли тому человеку, кому выдает варианты машины. Поэтому без дактокарт мы не можем установить, кому принадлежат эти следы. Теперь пальцы не мажут краской, а качество отпечатков при этом стало значительно лучше. Современные технологии позволяют быстро и безошибочно выявить возможного преступника. И как бы злоумышленники не пытались обмануть правоохранительные органы, срезая кожу на подушках пальцев, сжигая папиллярные узоры кислотой и меняя рисунок хирургическим скальпелем, природу все же не обманешь. На месте шрамов, ожогов и надрезов все равно проступают уникальные линии, свойственные только одному человеку. Именно дактилоскопия позволила криминалистам свершить скачок в раскрытии преступлений. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Жизнь замечательных людей в Национальном музее сегодня открылась выставка, посвященная 90-летию одного из самых известных и уважаемых людей Чувашии – Ильи Павловича Прокопьева. На открытии присутствовал сам юбиляр. Свои юношеские фотографии Илья Павлович Прокопьев рассматривает с большим интересом. Все эти годы ему редко удавалось заглядывать в семейный альбом. Много лет он был на руководящей работе, и она отнимала у него большую часть времени. Молодой Илья Прокопьев хотел стать учителем, но сначала планы нарушила война. А после демобилизации поступило предложение заняться партийной работой. Илья Павлович был секретарем райкома партии, начальником отдела обкома, долгие годы возглавлял областную парторганизацию. И всегда пользовался огромным авторитетом и уважением коллег. Сегодня вспоминает – никаких управленческих секретов. В работе с людьми придерживался самых простых правил. Для меня на всем пути моей было главное – уважать людей, начиная от школьников и кончая дедами и бабушками. И даже вот в районе, когда я работал, Калини, я ведь сам водил машины. И вижу, идет пожилая женщина, остановляю, и говорю, куда дальше? О, сынок, далеко. Я говорю, а куда? Вот тут я говорю, сейчас отвезу. Ну, старушка радует. То есть для меня это люди, которые, они именно просят уважать, но они открыто не высказывают. Скромность для нашего народа – это одна из важнейших черт. Первый секретарь обкома КПСС в советские годы отвечал за регион в целом. Его экономическое процветание и социальную стабильность, развитие науки и культуры, общественные отношения, внешние связи. Именно при Илье Павловиче Прокопьеве и при его участии были построены тракторный завод и другие предприятия. Олимпийские стадионы, Монтека, микрохирургия глаза, театр, опера и балета и другие объекты. Сегодня Илья Павлович по-прежнему участвует в жизни республики и живо интересуется всем, что происходит в нашем обществе. Елена Гальперина, Рассель Мухаммедов, Республика. В республиканской спартакиаде детских оздоровительных лагерей приняли участие 12 команд. Соревнования стали традиционными. Последние два года лидерами были ребята из Канажского космонавта. Продолжилась ли череда их побед в нашем сюжете? Шумно, весело и энергично. Физкультурно-оздоровительный центр «Рассинка» вновь встретил около 200 участников спартакиада и их болельщиков. Я уверен, что у нас проигравших не будет. Я уверен, что у вас все получится. Вы попробуйте эти испытания. Многие, наверное, в школах уже проходили. Всероссийский комплекс готов к труду и обороне. Нам нужны здоровые дети, здоровая страна и люди, которые всегда готовы к защите своего отечества. Успехов вам на сегодняшней спартакиаде и просто хорошего настроения. Это большое спортивное событие. Тут участвует абсолютное большинство оздоровительных лагерей и дети будут выявлять сильнейших. Хотя, я считаю, все, кто участвует сегодня, они уже победители. Всего участникам предстояло показать свои возможности в пяти видах состязаний. В легкоатлетической эстафете, мини-футболе, стрит-баскете, перетягивании каната и индивидуальных тестах комплекса ГТО. Евгения Александрова занимается в Канажской спортивной школе «Локомотив», правда, бегает на длинные дистанции. Но вклад в копилку команды своего лагеря внесла весомый. Помогли тренировке и Ивану Кузакову. У всех был вострое боевой. Хотели победить – победили. Пробежали хорошо. Физурки нас готовили, вожатые подбадривали. Группа поддержки тоже хорошо. Старались. Вот что сварили, то и съедим. Честно, не ожидала, потому что я бегаю не как спринтер. И была удивлена. Спартакиада лагерей нужна. Она как-то сближает, делает нас как-то едиными. Мы все готовимся, занимаемся. Космонавт очень старается, поддерживает нас. Мы все просто рады, что сюда приехали. Активно поддерживали свои команды и болельщики. Мы ребята из канадского района лагеря «Космонавт». В составе 50 человек выехали в этот замечательный лагерь «Росинка» для поддержки своих спортсменов, чтобы их выудушевить. Наша команда очень хорошо подготовилась. Мы приготовили баннер, выучили речевки, привезли с собой барабан. У нас огромное количество фанатов, которые реально прям поддерживают свою команду. Поддержали на отлично. Команда лагеря «Космонавт» вновь, третий год подряд, празднует победу по итогам всех состязаний. Второе место у ребят из «Звездочки» и замкнула тройку лидеров дружина «Белых камней». Екатерина Абрамова, Сергей Адушкин, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин